1 июня здесь на проспекте Свободный на участке от железнодорожного переезда до улицы Борьбы появится асфальт и пустят движение автотранспорта. Вместе с тем изменится схема движения. Это необходимо, чтобы строители могли заняться реконструкцией противоположной стороны улицы. Покрытие дороги пока будет однослойным. Финишный слой положат позже. Проезд торопятся открыть для удобства красноярцев. Вверх по направлению к остановке Красномосковское движение пустят по одной полосе. Вниз к перекрестку с улицы Майорчика машины будут ехать по двум полосам. Не исключено, что схему еще подкорректируют. В зависимости от производства работ, от потребности при производстве работ, будет определяться количество полос и какой приоритет движения. Дорожно-знаковая информация здесь имеется в наличии о том, что здесь производство работ, ограничение скорости. Наряд ГАИ, мы направляем информацию, они соответственно выставляют наряд ГАИ в случае осложнения дорожной ситуации. На 80% подготовлена основа для дорожного полотна. Практически завершен вынос коммуникаций. Специалисты заверяют, что от жителей окрестных домов жалоб на стройку не поступает. По словам представителей застройщика, как только рабочие перейдут на нечетную сторону проспекта свободны, им понадобится примерно три месяца, чтобы все завершить. Появятся и новые подпорные стены. Как обещают, они будут в разы прочнее снесенных. Это уже, будем так говорить, новые технологии, что каждая секция метр на метр еще между собой разделена растяжками через 30 сантиметров. То есть при аварии или при каком-то порыве, ударе, если даже уже произойдет разрыв проволоки, максимум высвобождается только участок 30 на 30 сантиметров. Ход реконструкции проинспектировал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Строители рапортовали, работы идут с опережением графика на две недели. Скорее всего, все удастся завершить раньше намеченного срока, вместо ноября – в сентябре. Это нужно сделать, потому что видите, какое неудобство сейчас испытывают автомобилисты, которые едут по этому участку проспекта свободны. И, конечно, здесь каждый день – это плюс горожанам. Поэтому все стараются, и я надеюсь, что все это будет сделано. В целом могу сказать, что качество работ меня устраивает. Качество проектного решения тоже устраивает. В ближайшее время должна состояться экспертиза останков, которые в ходе строительных работ чуть больше месяца назад обнаружили в районе остановки «Космос». В зависимости от заключения экспертов будет принято решение о простом перезахранении костей или создании для них особых условий, если они представляют историческую ценность. По словам строителей, захранение не входит в основную зону проведения работ, и какого-либо вреда некрополю техника не нанесет. Сергей Сеславин, Александр Ольхов. Новости.